Здравствуйте! 22 июля Приморской радиостанции «Лемма» исполняется 26 лет. В честь этого ее гостями стали ученики 81-й школы. Школьники узнали, как устроена работа на радио, познакомили с ведущими утреннего шоу «Душ» Михаилом Бровкиным и Дмитрием Коплуном, с главным редактором Оксаной Якуш, а также со звукорежиссером и музыкальным директором радиостанции. Юные гости смогли задать интересующие их вопросы, а самые смелые попробовали себя в роли радиоведущих в прямом эфире «Леммы» и дали свое первое полноценное интервью. Что интересного узнали? Как работают приборы, где учились радиоведущие. Мне интересно было узнать всякие вопросы, которые задавали ребята, как можно стать крутым радиоведущим. Почти все в студии, звук, соединение, зависит от пульта. Этого платформы. А тебе? А мне понравилась аппаратура. Мне понравился интерьер комнаты радиоведущих Дмитрия и Михаила. Мне понравилась музыка радио Ви-Би-Си. Также школьники посетили коллег по цеху радио Ви-Би-Си и студию восьмого телеканала, где ребята смогли попробовать себя в роли ведущих новостей. Садитесь в студию. Так, вот смотри, девчонки, у нас тут ведущие. Девочки развернулись в другую сторону. Они нас не слышали? Да, прям меня не слышали. Вот они, где-то стоят. Так, давайте, мы вас видим. Извезды. И все, и получается, Денис записывает ведущих, которые находятся в студии непосредственно на этих пультом. Так ученица четвертого класса Вероника Огоревская сказала, что теперь хочет связать свою жизнь с телевидением. За помощь в организации экскурсии благодарим туристическую компанию «Восток Интур». Теперь ребят заинтересовала профессия журналиста, и они готовы вернуться в Дальневосточный медиа-центр уже в качестве сотрудников. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.